Родители 5-летней девочки, пережившие похищение в Садпоеве, выступили с обращением к жителям страны. В первую очередь родители малышки выразили благодарность всем, кто не остался в стороне и помогал им в поисках дочери. Также семья поблагодарила всех неравнодушных за слова поддержки. Родные девочки сообщили, что с ними каждый день работают психологи и врачи. Им помогает детский омбудсмен. В настоящее время состояние девочки оценивают как хорошее. Родные малышки попросили казахстанцев в дальнейшем не распространять снимки их дочери. Также они просят перестать обсуждать произошедшее в соцсетях и тем более распространять различную ложную информацию. Более того, родные малышки обратились к казахстанцам с просьбой не организовывать сбор средств и не устраивать различные собрания. Родители малышки отметили, что не нуждаются в финансовой помощи. Вся необходимая помощь им оказана. Мы не хотим, чтобы наша беда стала причиной других бед. Это ложится огромным ударом на нашу семью и с каждым разом напоминает о том злополучном дне, говорится в обращении родителей девочки. Напомним, инцидент в Садпоеве произошел 23 июля. Пропавшую здесь девочку нашли в квартире неизвестного ей мужчины. Подозреваемый в похищении был задержан. Из-за инцидента в Садпоеве начались волнения. Разъяренные горожане начали крушить все вокруг, требуя, чтобы преступника отдали им на самосуд. Испуганные происходящим местные жители делились видео с разгромом, который случился в городе. На них видно, как толпа поджигает машины, разбивает окна. Поздний министр внутренних дел Ерланд Тургумбаев выступил с заявлением. Он сообщил, что на подозреваемого заведено два дела, его обвиняют в похищении и изнасиловании. Также на ситуацию отреагировал Касым Жамар Токаев. Он в экстренном порядке провел совещание с администрацией президента, где поручил Акимата региона и правоохранительным органам объективно разобраться в произошедшем. Субтитры создавал DimaTorzok